Гости долгожданные, заходите, гости наши славные. Казачьими песнями, плясками и караваем ученики встречают гостей праздника. Полюбоваться первой на курорте экспозиции, сделанной всем коллективом 44-й гимназии, пришли представители казачьего общества, управления по образованию и науке и глава Сочи Анатолий Пахомов. У нас уже есть очень хорошая школа казачья, номер 10. И то, что сегодня в гимназии 44-й открылся уголок казачьей культуры, это здорово. Эти уголки будут напоминать и нашим жителям, и особенно нашим детям о нашей истории, о нашей культуре. И самое главное, именно на истории, на культуре будет поддерживаться патриотизм. Открытие этнографической экспозиции приурочили к Масленице и Краевому конкурсу изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Яркие декорации и тематические панно, учащиеся с преподавателями, подготовили к празднику. А вот казачья утварь и другие предметы старины собирались на протяжении четырех месяцев. Большую помощь оказали родители учеников. Мы живем в Краснодарском крае, в самом лучшем регионе нашей страны. Не каждый был в деревне, и мы хотели, чтобы дети окунулись в историю нашего края. И поэтому мы немного изобразили здесь быт, который был не так уж давно. Подворье создали, приобрели фигуры животных домашних, чтобы дети видели, потому что многие их и не видели. Ну и вот это вот музей-хату. А рядом уже все хозблоки, мы все тоже привели в такое состояние, где будут дети заниматься внутри центра дополнительным образованием. И, как утверждает директор гимназии, экспонаты будут прибавляться, сделают хату-мазанку и часовню. Если на уличное подворье можно только посмотреть, то с некоторыми экспонатами ребята могли познакомиться поближе, поиграть на народных инструментах или даже самим смастерить свистульки или куколки-масленицы. А какая масленица без блинов? Воспитанники гимназии вместе с родителями подготовили разнообразную выпечку и другие угощения. А ученики художественной школы представили тематические картины. Завершился праздник концертом. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.